Нет жизни без смерти, радости без печали, смеха без слез, дня без ночи. Аллы Токумбаев. Кыргызстан за 6 месяцев 2020 года экспортировал сельхозпродукцию на 110 миллионов долларов США. Об этом на брифинге сообщил министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Эркембек Чудуев. По его словам, это не меньше прошлогодних показателей. 52% продукции было экспортировано в страны ЕАЭС, в основном Казахстан и Россию. Также вырос экспорт нашей продукции в арабские страны. Так, в Сирию и Объединенные Арабские Эмираты было экспортировано продукции на 11,5 миллионов долларов, сообщил министр. Кроме всего прочего, Чудуев подчеркнул, что в этом году засеяно больше пшеницы и чменя, чем в прошлом. Мы действительно засеяли больше зерновых, чем в прошлом году. Если смотреть статистику, засеяно на 7,5 тысяч гектаров больше пшеницы, на 11 тысяч 200 гектаров больше ячменя. Это показывает, что действительно пандемия показала, что мы можем и собрать хороший урожай. Сегодня оно уже показывает, что на 2 центра больше сегодня урожай пшеницы, на 1,8 центра с гектара дает больше ячменя. В понедельник, 3 августа число новых случаев заражения составило 410. Наблюдается спад количества инфицированных. В связи с этим в Бишкеке и Аше консервируются некоторые стационары за неимением обращающихся граждан. Кыргызстан пытается прийти к соглашению с зарубежными странами по поводу возобновления регулярного авиасообщения, но безуспешно. Тем временем Сорумб Аджиенбеков подписал возражение к закону о манипулировании информацией. Хоть и президент поддерживает основную идею закона, но предлагает пересмотреть редакцию. Кроме этого, Министерство образования и науки приступило к проработке нескольких вариантов обучения в школе. Первоклассники, возможно, будут обучаться в традиционном режиме. Регион большой, Кыргызстан. Есть высокогорные районы, где там нет такой пандемии. В классе 8 детей, 10 детей. Там есть возможность обучения в реальном режиме, соблюдая социальную дистанцию. Но есть регионы такие, как Бишкек, ООЖ, областные центры. В первом классе по 40 детей. И для того, чтобы в полном режиме начать, соблюдая санитарную норму, мы этот класс должны поделить на два. На два поделить, соблюдать санитарную дистанцию. Варианты обсуждаются полностью, конечно. Если будет рост заболеваемости, вот такая угроза, в городах крупных мы не будем. Будем это переходить. Возможно, как посоветуют эксперты, консультанты, это будет проходить в определенном режиме. Вторник, 4 августа, по итогам июля 2020 года, план по сбору таможенных и налоговых платежей перевыполнен. Однако, по результатам семи месяцев, наблюдается отставание по поступлениям в бюджет. На этом фоне премьер-министр Кубатбек Буронов поручает улучшить показатели сбора налогов и мобилизовать резервы. Основная нагрузка по пополнению республиканского бюджета лежит на налогово и таможенных службах. Важно усилить работу по предотвращению ввоза из-за декларированных товаров и горюче-смазочных материалов. Также следует ускорить работу по внедрению в систему физикализации. Отдельные виды экономической деятельности и несущие вгрозу массового заражения людей должны возобновить свою работу. Вместе с тем, важно открыть контрольно-пропускной пункт Торгар, через который проходит 65% грузопотока. Необходимо ускорить работу с китайской стороной по утверждению алгоритма завоза и вывоза товаров. Вместе с тем, в систему выборов внедряются некоторые новшества. Если раньше граждане могли в онлайн-режиме лишь проверить себя в списке избирателей, то теперь в связи с пандемией появился личный кабинет избирателя, при помощи которого он сможет подать заявление на ошибки онлайн. Для этого необходимо, чтобы у гражданина был паспорт образца 2017 года, где есть электронно-цифровая подпись, и при выдаче паспорта выдается определенный четырехзначный пин-код. И также должен быть картридер, то есть устройство, которое считывает данные с этого чипа. Подключается это все, гражданин вкладывает паспорт, вводит свой пин, и уже тем самым, что это электронно-цифровая подпись, он подтверждает, что он, входя в портал, удостоверяет, что это его данные, и он это подписывает. Среда, 5 августа, Министерство образования и науки разработало три сценария работы школ. Первый сценарий – дистанционное обучение, второй – очно-дистанционное, и третий – это чередование онлайн-режима с офлайн. При традиционном обучении образовательным учреждениям будут даны алгоритмы для выполнения санитарных требований. Родители должны подготовить детей к школе с психологической стороны. Они должны уделить внимание обучению детей к личной гигиене. Это использование антисептиков и влажных салфеток. Элементарные правила, как нощение маски, соблюдение социальной дистанции, мытье рук. Каждый ребенок должен использовать только свои школьные преднадлежности. Тем временем в столице Ливана, в порту Бейрута, произошел мощный взрыв, унесший жизни сотен людей. Тысячи все еще остаются пропавшими. Причиной детонации стало ненадлежащее хранение почти трех тонн аммиачной селитры на протяжении нескольких лет. Взрыв был настолько сильным, что его слышали на Средиземноморском острове Кипр, который находится на расстоянии 240 километров от Бейрута. Я не успокоюсь, пока мы не найдем ответственность за то, что случилось, чтобы выбрать для него самое суровое наказание, поскольку недопустимо, что партия аммиачной селитры весом 2750 тонн находилась на складе в течение шести лет без принятия превентивных мер. Четверг, 6 августа, 549 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В очередном заседании республиканского штаба была заслушана информация по наличию и потребности медоборудования в Иссык-Кульской и Нарынской областях. Премьер-министр Кубатбек Буронов раскритиковал Министерство здравоохранения за недостаточную проработку вопроса по приобретению рентгенаппаратов. Параллельно с этим в Иссык-Кульской области снимаются ограничения на межрайонные и межрегиональные пассажироперевозки. Моё требование, чтобы ФАПы и медпункты могли оказать такую же помощь, как стационары. Вы должны работать над тем, чтобы предотвращать летальные исходы. Каждый Аким будет отвечать за эпидемиологическую обстановку в своём регионе своей головой. Также, отдалясь от темы коронавируса, выходит информация о возобновлении игр чемпионата Кыргызстана по футболу. Они будут проводиться далеко от больших городов в стадионах Канта. Но зрителей на матчах не будет во избежание распространения вируса. Однако, болельщики могут следить за играми в интернете и на телевидении. В розыгрыше широтой премьер-лиги 2020 года участвуют 8 команд. На начало сезона у нас было 9 команд. В связи с финансовыми трудностями одна из команд отказалась от участия. И борьбу за чемпионство будут вести 8 клубов. Победитель широтой премьер-лиги, конечно, он будет чемпионом Кыргызской республики по футболу. Также у него будет честь представлять Кыргызскую республику на международном уровне, участвуя в розыгрыше Кубка АФК. В пятницу, 7 августа, за последние сутки выявлено 503 новых случаев заражения, коронавирусной инфекцией и внебольничной пневмонией. В то же время число выздоровевших составило 665 человек, скончались 4 пациента. Общее число зараженных с начала пандемии – 39 162. Вылечились 30 674 пациентов, умерли 1451 человек. В Бишкеке 16 511 случаев заражения, летальных исходов 650. В Чуйской области 4839 случаев заражения, летальных исходов 194. В Ужской области 6686 случаев заражения, летальных исходов 199. На Рынской области 1562 случаев заражения, летальных исходов 79. В Джалалабадской области 3428 случаев заражения, летальных исходов 139. В Иссык-Кольской области 3081 случаев заражения, летальных исходов 90. В Баткенской области 1792 случаев заражения, летальных исходов 46. И в Таласской области – 1263 случаи заражения, летальных исходов – 53. Кыргызстан всё же достиг соглашения о возобновлении регулярного авиасообщения с Турцией и Объединёнными Арабскими Эмиратами. Теперь три авиакомпании будут осуществлять рейс по маршруту Бишкек-Стамбул-Бишкек по два раза в неделю, Бишкек-Анталия-Бишкек – один раз в неделю. А по маршруту Дубай-Бишкек-Дубай рейс будет выполняться один раз в неделю. Роза Хурманбекова, Бектур Калыков, Азиза Нурланова. Новости Ошпери. В этом году цены на арбуз значительно ниже, чем в предыдущем. По словам земледельцев, это произошло из-за того, что было засеяно много ягод. Да и благоприятная погода повлияла на хороший урожай. Мы занимаемся выращиванием арбузов всей семьёй. У нас есть примерно 2 гектара земли. На участке работаем сами. Рабочих не нанимаем, так как успеваем сами. Тем более мы занимаемся этим долгое время и уже знаем, что как устроено. Арбузы достаточно полить 4 раза, и они подастыли за 3 месяца. Начало недели. Стоимость травы для скота в Ошской области подорожала. В предыдущем году одна связка корма продавалась по 80 сомов, нынешним же по 150 сомов за один пучок. Местное представительство правительства связывает прирост цены с малой урожайностью в горных районах региона. По Ошской области, в общем, были засеяны травой для животных 50 687 гектаров земли. На сегодня больше, чем 50% собрали урожай. Если в Общей Мужской области в 2020 году необходимо 734 600 тонн корма, то на данный момент собрано более 500 тысяч тонн. Согласно нашим анализам, цены в этом году выросли в связи с малой урожайностью в горных районах. Мы предполагаем, что до осени цены снизятся. Среда 5 августа в Валайском районе начала функционировать мобильная клиника. Эта инициатива была осуществлена в рамках проекта благотворительного фонда Примова «Караван здоровья». На официальном открытии приняли участие административное руководство района, медицинские работники и жители местности. Депутат Джорку Кенеша Улам Примов проспонсировал проект. Он рассказал, что мобильная клиника – это требование времени в нынешней ситуации. Передвижной госпиталь оснащён необходимым медицинским оборудованием, и в нём созданы все условия для лечения больных. Когда мы организовали проект «Караван здоровья» и посетили разные регионы, стало ясно, что на местах недостаточно медицинских аппаратов и лекарств. К медикам «Караван здоровья» обращались от 500 до 1000 граждан. Чтобы обеспечить населению своевременное и качественное лечение, мы организовали проект «Караван здоровья» и на протяжении двух месяцев нам удалось построить мобильную клинику со всеми надлежащими условиями. Самая важная выгода от данной клиники в том, что граждане в первую очередь сэкономят своё время. Кроме этого, значительно сократятся расходы на лечение, учитывая хотя бы тот факт, что им не придётся ехать далеко в областную больницу. В городе Ош продолжаются работы по облагораживанию берегов реки Ахбура. Была заложена капсула и начат первый этап строительства. Тендер был объявлен на 325 миллионов сомов. В конкурсе победила компания «Ахбашат», предложив наименьшую сумму в 250 миллионов сомов. В настоящее время на пяти километрах берега проводятся укрепительные работы в виде посыпки щебня. Затем появятся велодорожки, тротуары для пешеходов и зелёная зона. Основная цель данного проекта – это создание для жителей и гостей города места для отдыха вдоль реки Ахбура. Кроме этого, проект направлен на укрепление берегов реки, установление дамб для защиты от селей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова